Восвитая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. В регионе означается всплеск дорожного травматизма. На Гомельшину идут калядные морозы. В областном центре подвали выники доброчинной акции «Елка жаданью». Всю светный день снегу собрал Гомеля матрау лыжного спорту. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Починаем выпуск с информации об трагичном здарении. Следующий комитет проводит проверку по факту гибели работника фермы в Реческом районе. Молодого мужчину затягнуло у корма раздатчик. Трагедия отбылась ранее сай 14-го студия на территории молочно-товарной фермы сельско-господарчика предприемства «Фрунзы Агра» увез цеханчаровка. По попередней информации следующего комитета, жывеловод прибыл на опрацовное место в стане алкогольного опьянения и был отхилен от працы. В праздник который сейчас 30-ти годовый супрацовник фермы был взноден и помешивалами раздатчика корму. Мужчина отримал несумешательное с житем травмы. На место были выкликаны супрацовники МНС, которые вызвалили загинавших с технической прилады. На данный момент Речицкий районный отдел следственного комитета проводит проверку по факту смерти 30-летнего животновода молочно-товарной фермы. Опрашиваются работники, администрация фермы. И в ходе проверки будут основлены все обстоятельства произошедшего. В регионе означается всплеск дорожного травматизма. За три дня в авариях 9 человек отримали травмы, трое загинули. Усягода и зарегистровало 75 ДТЗ. Одно из буйных ударений отбылось в Гомельском районе 13-го студене. На автодорозе Сосновка-Абакумы водитель Фольксвагена выехал на сустречную полосу и сутыкнулся с автомобилем ГАЗ. Инициатор маневру и двое его пассажиров загинули на месте. Водитель другого автомобиля был доставлен в реанимацию. И еще одна тяжкая вара отбылась в субботу в Рэшевском районе. Травмы отримали сразу пять человек, среди которых 15-ти годовый подлеток. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, неправильно выбрав скорость движения, а также, не учтя погодные и металлогические условия, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Дача Логан. Детали ободовых ударения высветляются. Ведется следствие. До Рэшевсего за минулые передвыходные и выходные дни сопрацовники ДАИ выявили больше, как две с половой тысячи порушений у правилов дорожного руха. С уликами складанных умов на дворе и гололедецы треба быть особливо уважливыми на дорогах. Калядные морозы прогнозуются у регионе. У ночи на 19-е студень очакается до минус 18 градусов. Как поведомили областным гидрометцентры, на этом тыне на Гомельщину придет часовое похолодание. У ближайшие сутки у особных районах махчимы невеликий снег. Температура поветра у ночи складе от минус шатурок до минус девяти. При прояснениях до минус трынадцати. У день чакается до семи градусов морозу. У сираду 18-го студенья слубки термометру опустятся до минус шаснадцати у ночи. У день покажут до минус девяти. Буде переважно без опадков. Ветер неустойливый – два сей метра за секунду. Ночь на 19-е студенья станет самой холодной на этом тыне. Месцами чакается до восемнадцати градусов ниже и за ноль. У день 19-го студенья будет до минус семи. После свята водохрыша температура в области поступово пошли повышаться. На выходных прогнозуется от двух до семи градусов мороза у ночи и до двух градусов тепла у день. Во всех храмах Гомеля 18-го и 19-го студенья будут освящать воду. Отбудутся святочные набоженствы. По традиции, головные водохрышшанские мероприемства разгорнутся 19-го студенья на набережной Сожа. Хрысный ход и водосвячение пройдут в районе Киевского спуску. Так само, ожидают, что смогут окунуться в воду у пляжной зоне злева от пешеходного моста. Место для обмывания приходжан будут обсталяваны и в приходах. На территории Спаса Преображенского храма купель будет працевать с 18-го дня 18-го студенья до 22-го дня. В храме святого Архангела Михаила можно будет окунуться в 18-го студенья с 18-го до 21-го годины, в 19-го студенья с 10-й ранец и до 9-й вечера. На возере Каляякога размещенный храм святого великомученика Георгия Пермагоносца будет высечена купель, в которую можно будет окунуться в 19-го студенья после ранней литургии. Означим так само, что в 18-го студенья в храме проподобного Микиты Спаведальника епископа Халкидонского у агрогородку Покалюбича открыется купель на месте, где бьют природные водные ключи. Темчасом у Гомель подвели выники традиционной доброчинной акции «Елка жаданья». У студенты Медицинского университета и супрацовники гандлевого центра «Сакрет» завитали с подарунками в областную детячую клиническую больницу. Тут и они наведали маленьких пациентов, от яких отмовились батьки. Организаторы доброчинного мероприемства привезли цацкие единичные остротки и детяше харчаванья. Кожному детяте они пожадали мощного здоровья и выконания самых заповедных марок. Нагадаем, акция «Елка жаданья» стартовала еще в початку Снежня. Принять удел мог любой жадаюче. Для этого нужно было взять записку с ожиданием детятей и набить отповедный подарунок. Акция у нас проходит в 9-й год. Она подошла к своему логическому завершению. Мы ее открывали в начале декабря. Сейчас мы приехали уже в третье место. Это вручаем подарки деткам-отказничкам, либо которые находятся без родителей на лечении в областной клинической больнице. Подарки были собраны и на елке желаний, и также в благотворительной дискотеке проводились студентами медицинского университета. И это все совместно объединялось. И вот сейчас мы это доносим деткам. Вальс, полонез и разные контрдансы складут основу танцевальной программы зимового балю православной молоди «Калядный суд». Он пройдет 22-го студеня у Гомеле. Программа включает два танцевальные отделения, у которых черговость танцев расписана по номерах. Чекается, что «Калядный суд» сберет не только Жихарова областного центра, а и танцевальные пары из других городов Беларуси. Как принято на подобных вечеринах, у антракта худельников балю, чекает фуршет, салонные гульни, фотосалоны и множество других сюрпризов. У Гомеля значили сусветный день снегу. Спортивное свято разгорнулося в заречной зоне сожа. Массовый забег на лыжах и так само шматликие снежные забавы – все подробязности в наступном репортаже. Масштабное и ведущенное свято снегу все лето собрало у Гомеле великую колькость юных и дорослых аматоров зимовых забав. Хорошистое построение – словы пожадания от организаторов мероприемства. До всех присутных звернулся наместник старшини Гомельского Аблбы Конкама Владимир Привалов. Он отзнашил со сцены, что здоровый ладжиття, занятки физической культурой и спортом – основные приоритеты развития нашей краины. Основная задача, которую мы ставим перед собой, конечно, это процентный охват занятия физической культурой и спортом. Ведь чем больше мы привлечем людей к занятию физической культурой и спортом, тем меньше будет в работе нашим медицинским работникам. И основная задача – сплотить людей, предоставить им возможность посоревноваться и доказать, кто из них сильнейший именно в направлении лыжного спорта, в других каких-то соревнованиях. Эту задачу ставят сегодня и глава государства, и губернатор Владимир Андреевич, дворник. И согласно вот этим направлениям мы сегодня и движемся. После распространяется, бодая самые массовые из поборництвы – забег на лыжах. У им приняли удел наученцы средних специальных и высшейших научальных установ, а так само – усе жадающие. Лыжный забег объеднал представников самых разных взрослых – все родные больше в опытных, а матеры – яким за 50. Девчины и женщины переодоливали один километр, хлопцы и мужчины – два с половой. Нава для самых подрыхтованных, гэтые дистанции стали тяжко переодольными. Однако настрой во всех удельников лыжной гонки был боевый. Я участвовала до этого, но было проще мне немножко, потому что я накануне тренировалась. Сейчас первый раз в этом году получилось, так что тяжеловато. Но зато здорово. Эмоции замечательные. Я считаю, что каждый должен попробовать поучаствовать в этом. Получится, не получится, но поучаствовать нужно. В борьбе равных тем, кому за 50, ну, где-то пришел пятерки лучших. Вот. Удовлетворение, конечно, получил колоссальное. Во-первых, потому что праздничная такая обстановка, музыка, много смеха, улыбок. Все очень хорошо. Переможцы лыжной гонки отримали гоноровые дипломы и медали, а все без выключения зарад бадерости и доброго настрою. До того же, подчас проведения у заречной зоны Раки Сож Святоснегу, все жадают, что и так само смогли проявить себе у широку цикавых и займальных викторин. В целом, Святоснегу у Гомеля прошло масштабно и весело. Каждый смог найти для себя заняток по интересам, отримать зарад позитиву и приемных уражений. А что самое главное – долучиться до активного и здорового ладу життя. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокампания «Гомель». Гонбольный клуб «Гомель» зарабил анонс первого офицейного матча Жаночей команды в 2017 году. Это будет домашний поединок чемпионата Беларуси. В середине 18-го студене подопечные Тома Жарчатара на своих летцовцах гуляют с гонбалистками Бресской Викторой Бересте. В селеднем большинстве соперницы сутракались уже двойцы. И от два раза с великой перевагой перемогли гомельчанки. У турнирной таблицы чемпионата «Гомель» займает другое место. Виктория Бересте на третьем ратку. Лидирует столичный БНТУ «Белаз». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин